Я из Киева, а вы откуда? Я из города Архангельск Понял Я общаюсь по украинской истории, а вы о чем? Ну давайте Я как-то давно знаю, что в этом сегменте, рулетка Весь один человек из Харькова позиционирует себя как преподаватель истории Вот украинской А я знаю свою украинскую историю И хотел ему рассказать о истории своего края и деревни Он сказал, что меня это не интересует Это краезнавство А почему, я говорю, из краезнавства состоит и вся история Украины Он говорит, что это не так Цего чути не буду Если мы не будем общаться на другую тему То я пошел дальше А какую историю можете мне рассказать и Киева Ну вообще история Украины, она же начинается как бы с расселения первых людей на ее территории Ну, знаешь, я вот как-то давече смотрел Какая-то карта мне попалась За тысячелетия даже Может даже за два тысячелетия Которая как бы по-быстрому показывала, где Какие народы были Начиняли Современный бывший Советский Союз, так скажем Вот И я узнал, что одной из империй была Туркмения Ну это ж, наверное, где-то там, знаете, там, где вот эта Атлантида, есть такие карты Это кто-то там рисует их какой-то, точно не историки, а какие-то там альтернативщики, либо профаны и так дальше Но я из прожитых, например, своих лет могу просто, конечно, создать свое представление, как все было Люди хотели, где лучше Где вода, где земля Кто-то мог садить, кто-то мог охотиться, чтобы прожить И люди двигались Вот, например, с Северного полюса, там, где жрать нехали Наверное, двигались там, где теплее, понимаешь Вот А там, где была пустыня, люди двигались, здесь вода Ну мне так кажется, естественно, понимаешь Ну вам так кажется, а вообще, вот с чего началось расселение людей, да? В принципе, откуда они пошли? Да-да-да, это большое переселение народу Есть такое высказывание Вот Да нет, это славяне А я же говорю, за первых самых людей, там, за каменный век Ну, говорят, все с Африки, что ли, пошло Ну, правильно Так говорят Да, с тепла, с тепла все пошло И попало на Север, уже там ассимилировалось, да, как уже приспособилось Там уже неандертальцы уже как отдельный вид вышли Но тут Север уже считался, даже вот современная территория Украины уже была Севером, ну, тогда был ледниковый период Вот, то есть там ледник просто висел, там дальше уже практически невозможно было жить Я тебе, знаешь, что могу сказать? Я жил долгое время на острове Соловки Этот остров был сформирован в период ледникового периода Он шел, двигал, и вот эти камни, валуны, все, вот, понимаешь Я на этом острове долгое время жил и реставрировал Соловецкий монастырь А чем еще известны вот Соловки? Ну, скажем так, там, ты знаешь, вот на острове Соловки, он, это архипелаг Он состоит из Большого Соловецкого, это остров Анзер, Малый Зайцкий, Большой Зайцкий, острова небольшие, маленькие и Муксума Он знаменит тем, что он находится в Белом море Белое море, самое маленькое Северное море Оно, скажем, прижато, скажем так, с одной стороны, Кольским полуостровом и Мурманское А с этой стороны, скажем, Карелия и уже по море Архангельск Ну, хорошо, я понял, а в Советском Союзе, вот, чем он был известен? На этом острове есть такой лабиринт, лабиринт, до нашей эры построен То есть, там, как бы, люди обитали То есть, лабиринт из камня выложен Что в него заходишь, а выйти не можешь Понимаешь? Интересно Вот, его, он там в первоначальном виде И трон солнца там из камня, как бы, сделал Кто-то там когда-то обитал А уже в бытность, скажем так, современную Что уже там начали летать писать Там священно, ну, Зосима и Савати Есть такое понятие Рыбаки ходили, видели этот остров Туда пришли два человека, основали монастырь Люди когда-то очень веровали Уединялись от всего грешного Ну, вот, они там потихоньку строили-строили Но был такой, какой-то период, что церковь Занималась бизнесом, понимаешь? Для нее строили, люди были должны церкви вечно, понимаешь? И платить какую-то десятину И всякие, всякие, всякие разности И построили за счет А люди-то считали, что они отдают десятину Покроили этот монастырь Он такой красивый Слушайте, я вот слышал, что там даже в Советском Союзе Вот эти все монастыри и так дальше Они там, ну, как, возили туда всяких Вот, я не знаю, там, политзаключенных Там вот этих, так называемых, самоваров То есть это людей, которые После Второй мировой вот там Конечностей лишились И их просто как Завозили вот там, ну, отдельно от общества Чтобы они не позорили, так сказать, Советский Союз То есть нельзя было, как в Советском Союзе Инвалидов нет, вот так Ну, это уже интерпретация Слышал, это современная интерпретация Знаешь, чтобы уничижить, скажем так Советский Союз Такого периода, как Советский Союз То есть такого не было Так такого не было, да? Не будет Просто люди в неправильное Люди к этому коммунизму Стремятся в виде религии Блаженства и т.д. и т.п. Так в Советском Союзе религия Тоже запрещалась в Советском Союзе? Запрещалась, а потом Даже Сталин разрешил Потому что есть такая Невидимая сила какая-то А что такое невидимая сила? Как это разрешил? Я вот не слышал такого, чтобы разрешил Сталин? Да, чтобы он религию разрешил О, он в 2003 году разрешил Собрал еще оставшихся священников Вот даже над Москвой Чтобы просто эта история Казанская Божья Матерь И на самолете летали Читали молитву на самолете вокруг Москвы И просто почитали Действительно Мне вот рассказывали там Ну скажем бабушки, дедушки Что как бы нельзя было креститься Там тайком где-то крестились А так вот крестивую нельзя было креститься А что это? Разве это не запрет? Я из Францовской области Вот родом Я хрещений Вот И у нас в селе И колядували И вси Цего не треба было Робити Були парторги Був ксьонц Незважаючи на то, что мы Православные віри У нас Например Можем бы называться по-украински Пип Поп Пип Так вы как? Ви украинець? А как вы попали на Соловки? Я Радянский Союз Я ехал По комсомольской путевке Реставрировал Вот ты монастырь Ты можешь Подписаться Зараз Соловецкий монастырь Есть гаджет Какой-то Рядышко Потім гляну Потім гляну А как это так? Почему вы не вернулись? В Украину Ну Меня кто-то спросил Радянский Союз Розпался Был Скажем Как его называют Референдум Все сказали Что мы снова Хочем жить разом Но в обновленном Союзе И никто не доморачивался Понимаете? Аля элиты Кравчук Пьяница Алкоголик Єльцин Шушкевич Зібралися Там что-то написали Алло Там Мы уже Драливали На нас напали От Розсоединялись Він каже А ты поддерживаешь Цего Что творится? Я говорю Я не поддерживаю Бо то страшная беда И принесли нам Цю беду Європа В Украину Європа Європа Понимаешь? И Америка 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 Так 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 И Европа Росія Росія невинна Росія Вона просто Захищалась Так Ти мене Америка 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 Я зрозумів Я зрозумів Я це чув Я це чув Слухайте А ти почитай дитину Ти почитай Я вже звідти А це лише Морозик Бачите Як цікаво Люба Будь-яка людина Яка попадає На територію Росії Вона заражає Неважливо Чи це Україна Чи це Казах Чи узбек Чи хто Хто завгодно Це зараза Це вірус Просто Ну блін Там саме цікаве Почалося Я вам хотів запитати Чи підтримують Його там Оці внуки І так далі Якби він сказав Підтримують Доброго вечора Ми з СБУ Ну що Сподобалось відео Тоді не забувай Підписатися на мій Ютуб Телеграм Інстаграм А також За можливості Підтримати мене на Патреон Чи за реквізитами Що знаходиться в описі під відео Дякую